В Щелкове молитва проходила в соборной мечети имама Раиля, построенной в 2001 году. Надо заметить, в нашем городе ее открыли первой в Московской области. Курбан Байрам – один из главных религиозных праздников мусульман. Он знаменует окончание хаджа, ежегодного паломничества в священный город Мекку. Считается, что каждый мусульманин его должен совершить хотя бы раз в жизни. Для верующих мусульман это раннее воскресное утро началось одинаково. Сразу после восхода солнца они совершили омовение и направились на молитву. В соборной мечети с праздником Курбан Байрам поздравил имам Хатыб Руслан Новиков. Дорогие братья, Павел Иссифович, Аллаху Суббору Анталя, в этот светлый праздник мусульмане городского Курбашёвка, мусульмане Московской области и мусульмане всего мира отвечают на день из замечающих праздников Исламы и для Ангела Курбан Байрам – праздник Жертвы Прорешения. Вот за светлый праздник молиться в Исламе, чтобы он принял все наши благие деяния, наше поклонение, чтобы мы по настоящей духовной росли, объединялись. С приветственными словами ко всем присутствующим обратился заместитель главы администрации городского округа Щёлково Денис Автоменко. От всей души поздравляю вас с праздником Курбан Байрам. Этот праздник объединяет вас и помогает сохранять традиции. Призывает к единству, к движению людей, направляет на путь справедливости, милосердия, искренности и взаимоуважения. Сегодня вы активно участвуете в общественно-политической жизни города, вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие нашего муниципалитета. Вы глубоко чтите семейные ценности, укрепляя преемственность поколений. От всей души желаю вам здоровья, счастья, успехов в делах и начинаниях. Мира, добра и благополучия вашим семьям. Идму Барак. В исламском мире этот день ещё называют Днём Милосердия. Он напоминает мусульманам о том, что вера всегда вознаграждается. По преданию, пророк Ибрахим, по воле Аллаха, хотел принести в жертву своего единственного сына. Но в последний момент Аллах заменил жертву на ягнёнка. Как считается в мусульманской традиции, это символизирует запрет проливать человеческую кровь. Обряд жертвоприношения в последние годы проводится в специально отведённых местах. Традиционно праздник Курбан-Байрама отмечается несколько дней. Андрей Циханович, Сергей Василевский, Щёлковское телевидение. Субтитры создавал DimaTorzok